В затруднительном положении вообще. Прошу помощи оказать медицинских работников. Надеюсь, что онкологи пойдут навстречу. Слушая историю Владислава Ситникова, невольно вспоминаешь фразу «Жизнь как зебра, полоса белая, полоса черная». Для нашего героя череда неурядиц началась еще в 2018 году. Он перенес инфаркт. Далее последовала операция на сердце, шунтирование. На этом, правда, испытания не кончились. В 2020-м мужчине поставили страшный диагноз – онкология. Врачи настоятельно рекомендовали оформить группу по инвалидности. Владислав так и поступил. В апреле этого года подал документы во врачебную комиссию. И сказали, что перезвонят. Когда звонка не последовало, я обратно обратился в 93-й кабинет и выяснилось, что документы мои потеряны, но запись есть в компьютере, что мои документы приняты. Хотя они должны были дать мне еще бумагу, что документы приняты. Расписку, однако, Владиславу медики не дали, говорит он. И, как выяснилось, добавляет, потеряли важный анализ – колоноскопию. Скрипя сердце, наш герой вновь подал документы на оформление группы. События, которые последовали затем, стали для мужчины настоящим ударом. На этот раз сотрудники поликлиники потеряли не только анализы, но и карту онкологического больного, рассказывает Владислав. Куда мне сейчас обращаться? Ее надо восстанавливать, кто мне поможет? Я уже год с лишним без работы, меня никуда не берут, потому что состояние здоровья плохое. Я же еще перенес, кроме онкологического, еще перенес инфаркт, шунтирование у меня. И по медицинским показаниям я не прохожу никуда на работу, не могу устроиться. Помогите, пожалуйста. Мы, в свою очередь, отправили в больницу имени Вагнера официальный запрос. Кроме того, лично обратились к заведующей врачебной комиссии Елене Леонтьевой. Она, впрочем, эту ситуацию обсуждать с нами не стала, ссылаясь на врачебную тайну. Однако, по нашему мнению, вопрос утери документов к понятию врачебной тайны не относится. Это, скорее, вопрос о безответственном отношении медработников при работе с документами. Впрочем, во время подготовки этого материала стало известно, документы волшебным образом нашлись. Сейчас Владислава вновь отправили проходить анализы. Мы же со своей стороны продолжим держать руку на пульсе и следить за развитием этой ситуации. Алена Панькова, Никита Игнатьев. Наши новости.